да привет снова таки мои любимые зрители и подписчики канала продолжаем мы с вами прохождение хор игры которая именует себя синдром и этот синдром довольно таки неплохая игра мне нравится надеюсь и вам тоже что ж мы имеем довольно таки пустой корабль котором никого нет кроме мертвецов и всего несколько людей включая меня которые хотят выжить но я должен им в этом помочь ну ладно и собственно говоря у нас есть оружие а значит скоро появятся и враги мы их уже сами неоднократно видели но в бой пока они с нами не вступали все скоро у нас будет теперь нужно быть аккуратным и да я сделаю маленькую предысторию как я обычно я пока увы нахожусь не один поэтому если буду вдруг отвлекаться уж простите все на этом я заканчиваю то что хотел сказать и собственно говоря дальше продолжаем погружаться в атмосферу так собственно говоря что у нас по заданию найти карту доску медицинском отсеке палубе 5 но я как бы на палубе 5 и и где находится та самая вентиляция с помощью которой я могу пробраться туда куда нам нужно что мне нужно открыть видимо это не здесь фух ладно давайте искать я не я не помню нам сказали где нужно искать эту вентиляцию но я прослушал да тем более пока мы искали этот ключ даже если я не прослушал тут по любому уже забыл куда нам надо таки туда куда надо я пришел так приседаем и заходим есть кто не Не, никого Ну, надеюсь Ну, привет Эйнштейн Да Так, о, записулька Моя голова Готова взорваться Каждый малейший шум отражается эхом у меня в голове Я даже не могу думать Даже от этого становится больно Окей Значит, я прав Наверное, случился какой-то вирус Из-за которого все тут и погибли Так Ничего не открывается Ни с чем и не взаимодействуем Ну и ладно Так, ну что ж Мы Нашли способ обойти эти завалы И теперь можем попасть Так, значит, четвертая комната Ага Мы были в физической лаборатории Теперь Мы можем попасть В склад В склад Дальше Тюрьма Еще один склад И медицинский отсек Как раз то, что нам нужно Так, робот Я надеюсь, ты не будешь на меня нападать Ты как бы должен быть за нас Это что, все полоса О, Господи Ну вот, ребят Теперь мы с вами Одни И до Двух часов дня Нас беспокоить Вроде бы как Никто не должен А значит У нас с вами Есть время Четыре часа Поэтому давайте потратим Их с пользой И идем Дальше Аж перейдер Итак Дорожка из крови Да? Ок Все же любят красную дорожку Так Здравствуй Мужик Без Части ноги И головы Что ж Видно У Здешних Аптечка У здешних монстров Свои фетиши Или фетиши Как правильно называть Ну не важно Аппана А вот и твои Части Странно То есть Чудище Которое тебе Оторвали голову И ногу Не съели это А положили сюда И ушли Получается Они Есть люди Не особо любят Они любят Просто убивать Подобрать обойму Для пистолета Спасибо Только сам пистолет Можно мне Пожалуйста Получить Ну хотя бы обойму взял Спасибо Так Хорошо Куда мне дальше Что ж Давайте идти в обход Хорошо Я знаю Что мне нужно Еще идти Вот сюда Но Это последнее место Куда нам нужно Поэтому туда Я пойду Позже Сначала я хочу Все тут Поисследовать Если есть враги Убить их Так Ты друг Меня не трогаешь Пока Да Система Управления Навигацией Ни фонерика Ни пистолета Пока нету Шкафчик Откройся В шкафчике Нам ничего Не дают Этот Не откроется Это что Ну кто-то Сигнал подает Нет Ну по крайней мере Я с этим Не взаимодействую Так И здесь У нас какая-то Главная кабина Но Нам Не открыто Ладно Бесполезное место Ничего Мы тут Не получили Какие Прекраснейшие Звуки О А вот это Спасибо Сохраниться Это Всегда В радость Драть у тебя Что это Подобрать еду Ну спасибо Килл 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 О Кай I A broken man By Кто там Солус Джон Лан Не знаю Правильно Прочел Убить Убить Круто Использовать Шкафчик То есть Мы можем Прятаться В этих Шкафчиках Да хватит Орать Кто там Орет Самому Ссыкотно Еще Орет Кто-то Код доступа Медицинский Отсек Был опять Изменен Теперь Это 11154 Надеюсь Этот новый Код Держится Болише Одного Дня Bodan T 29 Третье Спасибо За очередной Пароль И теперь Я знаю Куда Его Применять Хорошо Но для Этого Нам придется Возвращаться Я так понял Вообще Обратно Вот Да Для этого Нам придется Возвращаться Вообще Обратно Капитально Поэтому Мы этого Пока делать Не будем Нам же Нужен Медицинский Отсек Попасть Поэтому Туда Давайте Направляться И готовимся Потому что Тут Явно Может быть Что-то Опасное Еще Нет Полезного Хорошо Давайте Сначала Зайдем На склад О Аптечка Хорошо Теперь Я спокоен Более-менее Так Тихо Что у нас здесь Сообщение Доктор Роберт Вобак Хорошо Сообщение Первое Сообщение Роберт Я понимаю Твое беспокойство Но у тебя Нет причин Волноваться Это Бывалая И опытная Команда Им нужно Немного Расслабиться И отдохнуть И они Это получат Как только Мы достигнем Нашего места Назначения Мы просто Перевозим Дополнительный Груз Компания Заверила Меня Что Мы все Получим Небольшое Вознаграждение За это Отклонение От паршюта Ну и Короче То что Вы перевозили Наверное Вырвалось На свободу Либо это Монстр Либо Вирус И в итоге Мы имеем То что Имеем Так И Ну это Читайте Ребята На паузе Пока Ясно Все плохо Сообщение От вам Роберт Я слышал О том Что произошло Поверь мне Я бы предоставил Охрану Если бы хватало Людей Но мы уже На пределе Ты же знаешь Как обстоят Дела на корабле Я пришлю Кого-нибудь Позже Проверить Твоих ребят Хорошо Это все Что я могу сделать Журнал Так Так Айди Айди Агон Ух ты Шью Айди Субъекта Агон Агон Является Бывшим Агон Является Бывшим Солдатом Объединенной Армии Колонии Награжден Знаками Отличия Являясь Ветераном Военной Компании Цербери Агон Участвовал В некоторых Наиболее Ожиточенных Сражениях При захвате Марса Несмотря на Мои Продолжительные Попытки Он Оказывается Отказывается Рассказывать О том Что же там Произошло Только Однажды Он немного Раскрылся И рассказал Мне о Происшествии На Джакаре Он вел Отряд Который Сбил Военный Транспортный Корабль Во время Освобождения Города Он Достиг Места Крушения Когда он Достиг Места Крушения Везде Были Горящие Тела Членов Экипажа На корабле Были новые Рекруты Салаги Как сказал Огон Двенадцать Четыре Человека Погибли При крушении Большинство Сгорело Заживо Огон Был Награжден Звездой За отвагу Можно Понять Почему Он Такой Беспокойный Человек Он Говорит Что Пошел В исследовательский Флот В поиске Покоя Я рекомендую Регулярно Проводить Психологические Проверки Ну Да Айди Мортон Субъект Мортон Доктор Мортон Является Прекрасным Техническим Специалистом Имеет Колоссальный Опыт В области Робототехники И искусственного Интеллекта Он Работает В компании Уже Одиннадцать Лет Всегда Участвовал В самых Передовых Проектах И миссиях Запрос О переводе На Валкинбург Пришел После Инцидента Произошедшего На борту Станции Юпитер Об этом Происшествии Практически Ничего Неизвестно Совсем Неудивительно Но я Слышал Что его Команда Тестировала Весьма Агрессивный Искусственный Интеллект Какой-то Проект Для Военных Но Что-то Там Произошло И Три Человека Погибли Предположительно Были Убиты Дроидами Мортон Очень Замкнутый Человек И Относится Ко Всем Подозрительно Я Заметил Слабый Приступ Паранойи Может он Использует Наркотические Вещества Я рекомендую Регулярно Проводить Психологические Проверки Ясно То есть Искусственный Интеллект Агрессивные Роботы Окей Но Пистолет Против роботов Думаю Вряд ли Поможет Ну ладно Если мы Еще найдем Айди Кайл Кайл Является Бывшим Летчиком Истребителем Сил Обороны Марса Он Перешел В исследовательский Флот После Завершения Обязательного Срока Службы Вооруженных Сил По его Словам Больше Денег Меньше Проблем Хотя Кайл Является Первоклассным Пилотом Он Также Демонстрирует Безрассудное И неосторожное Поведение Особенно В кабине Более Того Также Поступали Рапорты О том Что он Играет В азарные Игры И вступает В драку С другими Членами Экипажа Я рекомендую Регулярно Проводить Проверки Фух Вот мы И прочли Информацию О трех Субъектах О трех Субъектах Которые Походу Здесь И Были В заключении Дратите Итак Один из них Мертв Двоих Других В камерах Нет Но и Камера Заперта Значит Они Уже Были На Свободе Когда Все это Произошло И Двер У нас Не открывается Ни в какую Ну и Не надо Так Пароль Ага Пароль Отсюда А у нас Еще есть Двер С паролем Вон там Походу Мы даже Еще один Пароль Найти Хорошо Тогда Один 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 Пять Четыре Отлично Нам сюда Да не пугай ты меня голос свыше И так стрёмно Так Что это Это было не страшно Это было стрёмно Тут ты вообще Твою мать Такой Ты кто Друг Скажем Ты кто Похож на Человека Но Наверное Это какой-то Троид Или Все же Человек Которого Понапихали Твою мать Кучу Это Арматура Или провода Какие Ладно Не буду Вникать Знающие Думаю Уже Увидели Что Искать Тело Вы Нашли Напиток Спасибо Запись в журнале Это Все Было У меня В голове Стало Намного Легче После того Как я Отрезал Свой нос И уши Но стало Действительно Хорошо Только После того Как я Выколол Себе Глаза А сейчас Я вижу Даже лучше Чем раньше Знаете Ребята Это Очень Похоже На Фильм Все События Которые Происходят Сейчас В игре Извиняюсь Похожи На Фильм Которые Забыл Как Называется Вроде Б Бесконечная Горизонт Или Что-то В этом Роде Где Корабль Побывал В Преисподней Вернулся Обратно К нам В Солнечную Систему И Люди Которые Были На Этом Корабле Но С Ними Случилась Печалька А С Тем Людьми Которые Прибыли На Этот Корабль Случилась Еще Большая Печалька И События Которые Сейчас Сидут В Эт И Довольно Так Я Тебя Пока Не Пойду Чувак Я Сначала Здесь Посматриваю Итак Рентген Зубов Какой-то Странный Рентген На Мой Взгляд И Явно С Зубами Что-то Не Так Совсем Не Так Запись В журнале Я Разговаривал С Дэвидом И Он Согласился Со мной Все Спятили Здесь И Будет Только Хуже Вчера Произошло Несколько Убийств И Никого Не Посадили В Тюрьму Кажется Больше Никому Нет Дело Мы Собираемся Убираться Отсюда На Спасательной Капсуле И Когда Это Было 18 4 Но Кажется Вы Не Сбежали Это 100% Либо Вам Не Дали Сбежать Либо По Каким-то Другим Причинам Вы Этого Не Сделали Потому Что Я думаю Вряд ли Отсюда Кто-то Живой Ушел Все Все Возьможно В Принципе Дратите И Походу Есть Тот Самый Доктор Который Мне Был Нужен Так Не Вздумай Вставать Ну Вроде Как Невозможно Боль Если Я Правильно Перевел Так Что У нас Есть В Шкаф Чего Полезного Печаль Ладно Ладно Я покину Тебя Друг Ты Тут Не Скучай Что У нас Здесь Опять Еда Ну Еда Это Хорошо Итак Сегодня Доставили Вескина У него Нет Четырех Пальцев Механики Которые Привели Его Говорят Что Он Намеренно Засунул Руку В Утилизатор И Просто Стоял И Улыбался Когда Аппарат Раздробил Его Пальцы Пятое Четвертое То есть Получается За месяц До того Как Все Начало Происходить Так Как Мы Сейчас Видим С Людьми Уже Что Творилось Нехорошее А Значит Ими Кто Управлял Мне Так Кажется Ну С помощью Вируса Конечно По-любому Я ту Вирус Сто процентов Короче Все Виноват Вирус Потому Что Могло Еще Людей Заставлять Вести Себя Мягко Скажем Плохо Ну Мне По-крайней Мер Так Кажется По-карте У нас Еще Осталось Два Места Давайте Мы Тут По-исследуем Вы Вы Знали Медицинский Отсек Навакар Был Признан Самым Передовым Комиссией Н А Ч Э Учитывая Статистику С нами В космосе Вы В Большей Безопасности Нежели В любом Госпитале На земле Спасибо Спасибо За очередную Порцию Пищи Взятую С трупа Так В темноте Ничего Не видно Если там что-то Есть полезное То я этого Не вижу Фронарик У нас По-прежнему Не знаю Как Включать Без понятия Так И что Случилось Странно Почему-то Игра Зависла Я не мог Двигать Персонажем Надеюсь Вы это Видели О Стоп О Все Я не могу Передвигаться Чему Что Что я Нажал Блин Ах Я аптечку Потратил Получается Этой кнопкой Автоматом Аптечку Применять Ух ты Печаль Ну ладно Так G А вот оно Что Если я нажимаю Ага Я понял При нажатии Клавиши П Английской Или Нашей З Собственно Говоря Наш Главный Герой Замирает И Игра Тоже Печаль Я взял Аптечку Потратил Ко мне было Полное здоровье Ну ладно Это не я виноват Это игра Виновата Я просто Клацал все кнопки Табы узнать В чем проблема Что я там Наклацал И в итоге Я не знал Что при Нажатии Клавиши H Мы Собственно говоря Применяем аптечку Автоматом Ладно Ничего не поделаешь Я думаю Перезагружаться Это плохая идея Ну как бы Неплохая Но мне все Заново Это проходить Не хочется Так Что у нас Это что Медицинская пила И Как бы Зачем она мне Типа Ну я думаю Это вряд ли Оружие Но для чего То ее Использовать Можно Четыре Трупа Надеюсь Вы не встанете Ладно Я взял пилу Больше Мне тут делать Нечего Давайте Уходить Печальное место Взял И аптечку Что за Нахер Где Враги Сзади Да Не Фак Так Садимся Поудобнее Стреймата Пошла Блин Кто орал Ненавижу Ненавижу Какой происходит Кто-то Орет Но непонятно Кто И где Здравствуйте 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 Здесь я был Так Из этой комнаты Как-то Можно попасть Вентиляцию Только Одинственный вопрос Как мне это сделать Прыгать Наш главный герой Не умеет Но нам показано Что мы отсюда Можем попасть По вентиляции В шестую комнату Но Видимо Здесь этого сделать нельзя Хорошо Нельзя так нельзя О Сохранение Точно Надеюсь Никого нет Сохраниться Надо Как скажете Фух Ну а теперь Можно делами Заняться Так Хорошо Нам сюда Так И отсюда Мы должны Попасть Куда нам Кстати надо Перезапустить Двигатель Ну Машинное Отделение В Тринадцатую Комнату Так скажем И при этом Главное Не помереть Да и что самое главное Я так не нашел Пока записку С тем Какой же пароль У нас Вот от этой вот Комнаты Либо Либо я ее Пропустил Либо Ее Не было Там Где я ее Искал Я нашел Как А Стоп У нас же Ключ карта Есть Так Ага То есть То есть Только Код Ясно Только Код Ну я взял Карточку А значит Нам Надо Ити В Машинное Отделение С этой Карточкой Ну Пошли И снова Здравствуйте Так Куда нам Надо Собственно Говоря Ага Ну Все правильно Я иду Так Отлично Двера Разблокирована Я счастлив Закройся Молодец Так Что мы здесь Имеем Мы имеем Шкафчик С которым Можете Поспрятаться Да Мы имеем Еду Имеем Напиток Так И Из полезности Ничего Аптечки Тут нет Одну Аптечку Я Профтыкал Чисто Случайно Так Ну и Хорошо Делаем Дело Итак Работа Двигателя Прекращена Когда блокирующая Система Активирована Прекрасно 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 Ну, теперь, ребята, нам с вами нужно топать к переднему и заднему стабилизатору, где у нас передний, я помню, он у нас на другой палубе, ну и, собственно говоря, нам туда и нужно, все, мы активировали двигатель. Супер! Так, ну и что теперь? Какая наша задача? Ага, палуба 4, ну логично. Хорошо, ну, кто на меня? У меня есть ключ, я им воспользуюсь. Коль научусь правильно с вами сражаться, кто бы вы ни были. Итак, нам уже снова, так, а где у нас лифт? А, 11. Ну, лифт недалеко, как бы, прямо пройтись и лифт уже перед нами. Ну, не нужно забывать, что у нас впереди робот, и он, наверное, уже активирован. Робот, ты где? Так, отлично, теперь все роботы активировались. Попадос. Хорошо. Палуба 4. Лифт работает, это хотя бы радует. Ну что ж, бросимся дальше. Я думаю, это можно серьёзно закончить, мы как раз уже полчаса пишем, если верить времени. Вот, поэтому, сейчас будем заканчивать. Хорошо. Мы на месте. Палуба 4. Ну и, походу, нам надо сейчас будет идти как раз в этот самый передний стабилизатор, который у нас раньше был заперт. Так, где-то сохранение имеется. Насколько я помню, здесь сохранения нет. Я был способен улучшить автопадок. Переходи к праву, как вы выходите в лобби. Это быстрее, чем ходить на целом деке. Вроде бы как. Ух ты ж её. Ладно, ребят, что ж. Нам открыли то, что мы хотели. Ещё в прошлый раз. Но исследовать то, что там находится, будем позже. А на сегодня всё. Всем пока-пока.